Ребята, всем привет! В этом видео я хочу поделиться советами на тему, как снизить расход топлива автомобиля. Расход топлива можно условно разделить на две большие группы факторов, которые в той или иной степени влияют на снижение, либо на повышение данного расхода. Первая группа факторов, назову ее так, это факторы, которые зависят от автомобиля, а не от водителя. Примеры, что здесь может влиять? Во-первых, влияет общее состояние автомобиля. То есть, если машина у вас неисправна, давно не менялись фильтры, масло, свечи, то расход топлива обычно возрастает, потому что увеличивается сопротивление прохождению топлива через фильтры, прохождению воздуха через воздухозаборник и прочее. То есть, в машине более тяжело ехать, соответственно, вы должны каждый раз сильнее нажимать на газ, чтобы поддерживать нужную скорость. Соответственно, чтобы здесь добиться минимального расхода топлива, надо, чтобы машина у вас всегда была в исправном состоянии. Особенно это касается системы питания воздухом, системы питания топливом и системы зажигания. То есть, это системы, которые напрямую влияют на расход топлива. Далее, еще на расход топлива влияют шины в немалой степени. То есть, во-первых, это сама шина, то есть, ее марка, ее рисунок протектора. Наиболее современные шины, они изготавливаются из легких материалов современных, они имеют рисунок протектора, который обеспечивает хорошее сцепление, но при этом минимальное сопротивление качению. То есть, сопротивление качению, это как раз то самое трение, которое повышает расход топлива. Соответственно, если у вас стоят сезонные шины, либо зимние, то расход топлива неминуемо вырастает. Ну, естественно, зима от этого никуда не деться, приходится на зимних шинах ездить. Ну, а в летнее время лучше выбирать наиболее экономичные, наиболее современные шины. Кроме того, что касается шин, здесь еще влияет давление в шинах. То есть, если у вас шины приспущенные, то расход топлива опять-таки возрастает. Чем меньше давление в шинах, тем сильнее трение, тем сильнее растет расход топлива, получается. Есть такая зависимость. Еще, что еще влияет на расход топлива в автомобиле, это его масса. То есть, чем меньше масса автомобиля, тем меньше расход, естественно. Чтобы снизить расход топлива, нужно убрать из автомобиля все лишнее. Это может быть, например, у вас пару автокресел стоят, хотя вы с детьми давно не ездите. В багажнике лежат какие-то полные канистры с топливом, там еще с чем-то. То есть, все то, что в принципе в данный момент вам не нужно в этой поездке, можно смело оставить дома, либо в гараже, чтобы максимально снизить массу автомобиля. Кроме того, еще влияет на расход топлива аэродинамика. Но это сильнее всего сказывается обычно при движении на высоких скоростях, то есть на трассе. В городе это не так критично, однако при выезде на трассу, любые изъяны аэродинамики будут увеличивать расход топлива. Сюда можно отнести, к примеру, багажник на крыше. Многие круглый год катаются с багажником на крыше, хотя по назначению они его используют один или два раза всего лишний за год. В таком случае лучше его снять и убрать опять-таки домой, куда-то на балкон, либо в гараж. Это поможет снизить топливо. Кроме того, на высоких скоростях открытые окна автомобиля также увеличивают сопротивление движению, соответственно, расход топлива растет. То есть, если у вас автомобиль оснащен кондиционером, лучше не проветривать его автомобиль с открытыми окнами, а окна закрыть и включить кондиционер, чтобы снизить температуру. Но это, опять же, справедливо больше всего для трассы. То есть, на трассе на высоких скоростях вот эти вот открытые окна, они влияют на расход топлива обычно сильнее, чем включенный кондиционер. Потому что кондиционер включенный, он сам по себе тоже увеличивает расход топлива, потому что увеличивается нагрузка на двигатель. То есть, это вот основные факторы, которые влияют в самом автомобиле. Но мое мнение, что сильнее всего на расход топлива влияет сам водитель, то есть его манера вождения. Изменив свою манеру вождения, можно, мне кажется, процентов на 30 спокойно снизить расход топлива. То есть как минимизировать, получается, именно расход топлива за счет навыков вождения? Во-первых, нужно максимально плавно все делать, то есть плавный разгон автомобиля должен сочетаться с плавными торможениями. Если вы стартуете резко с пробуксовками, газ в пол, что называется, доезжаете до красного светофора, потом тормозите в пол. Получается, вы зря тратите энергию. Сначала вы потратили топливо на то, чтобы резко разогнаться, хотя там, в принципе, и места для разгона нету и особо расстояния не хватает, чтобы там зачем-то разгоняться. Многие зачем-то так делают, особенно молодежь. То есть ты разогнался, получается, топливо сжег просто так в трубу и перед светофором остановился ковкопанный. Ты, получается, потратил энергию, чтобы разогнаться, потом потратил энергию, чтобы остановиться. Когда СМТ остановился, у тебя скорость 0, при включении зеленого светофора ты опять должен трогаться, опять нажимать на газ и опять разгоняться, опять просто так сжечь топливо. В городских условиях можно заранее планировать остановки и разгоны. Как это делается? Это обычно проще всего делать, когда на улице небольшой трафик, то есть вы не в пробке стоите, а небольшое движение. Вы, подъезжая к светофору, можете заранее оценить. Сейчас на светофорах, тем более, обычно ставят табло с отсчетом, сколько секунд осталось. То есть если вы видите, что там горит зеленый, секунд 10 осталось, то если вы далеко от светофора, разгоняться уже смысла нет. Нужно наоборот сбросить скорость, но не сильно, то есть снизить среднюю скорость, чтобы вы плавно подъехали к этому светофору к тому моменту, когда там уже загорится зеленый. То есть чтобы вы не останавливались, потихонечко подъехали, включили вторую или третью скорость и дальше поехали. То есть без остановки, если вы это плавно сделаете, вы сможете сэкономить топливо на этом. Далее, что касается переключений, нужно выкручивать двигатель до красной зоны. Чем сильнее мы нажимаем на педаль газа, тем пропорциональнее расход топлива у нас растет. То есть если мы нажимаем педаль газа до пола, до красной зоны тахометра, раскручиваем мотор на каждой передаче, соответственно, мы опять-таки, у нас идет пережег топлива. Чтобы этого избежать, нужно переключаться на средних оборотах. То есть немножко первую передачу вообще нужно использовать, чтобы только тронуться. То есть ты тронулся, машина сдвинулась, немножко набрал скорость, сразу вторую включил. И так и на остальных передачах. То есть немного загнался до устойчивых оборотов и переключился на повышенную передачу. То есть здесь закономерность такая, что чем выше передача, тем обычно ниже обороты. Соответственно, ниже обороты и снижается расход топлива при этом. Естественно, это все нужно делать разумно. То есть, чтобы это не влияло на безопасность, чтобы вы не мешали другим участникам движения своей медленной скоростью. То есть это нужно совмещать подходы по безопасности и по экономичности, чтобы не рисковать лишний раз. Безопасность, естественно, намного выше ценится, чем экономичность. В угоду расхода топлива не стоит пренебрегать безопасностью. Далее, что еще помогает снижать расход топлива из привычек водителя? Это торможение двигателем. То есть когда мы тормозим двигателем, не выключая сцепление, не переходя на нейтралку, как бы это странно ни звучало, но расход топлива снижается. Почему так получается? Если мы тормозим с выжатым сцеплением либо на нейтралке, автомобиль поддерживает холостые обороты. А на холостых оборотах где-то от 0,3 до 0,5 литров топлива может сожрать машина за час. То есть, естественно, вы час ехать не будете, но вот эти каждые минуты, которые вы едете на нейтралке, двигатель получается в холостую молодит и зажигает драгоценные эти литры топлива. Миллилитры, которые потом превращаются суммарно в литры. Чтобы этого избежать, там, где это возможно, нужно тормозить двигателем. То есть, к примеру, мы ехали на четвертой передаче, увидели, что впереди светофор красный, мы отпускаем педаль газа, машина начинает немножко притормаживать, с четвертой можно переключиться на третью, на вторую. То есть, машина едет накатом, и когда мы убираем ногу с педали газа, а передача включена, то современные автомобили, они просто отключают подачу топлива. То есть, машина, получается, двигатель ее работает в режиме компрессора. Колеса крутятся, и они раскручивают поршни двигателя через всю трансмиссию. Подача топлива при этом отключается, и мотор, получается, просто по инерции крутится за счет колес, но не глохнет. Это можно явно заметить, когда вы включите бортовой компьютер, где показывает мгновенный расход топлива, и прокатитесь на нейтралке, а потом на передаче с торможением двигателя. На нейтралке у вас будет показывать какой-то небольшой расход топлива, а при торможении двигателем расход топлива будет ровно 0.0.0.0. То есть, вот такие вот нехитрые советы. Попробуйте все это применить, и потом можете отписаться в комментариях, у кого на сколько снизился расход топлива. У меня вот рекорд, я на колене езжу летнее время, по городу, если аккуратно ездить, у меня где-то 7,8 литра, а по трассе, когда куда-то на дальняк едешь, я укладывался в 5,3 литра, хотя паспортный расход чуть-чуть даже больше. То есть, при аккуратной езде, следуя всем этим советам, можно даже снизить расход меньше, чем заявлено заводом-изготовителем. То есть, это вполне реально. Попробуйте, потом отпишитесь, тоже будет интересно, дало это, не дало результат, и какой результат. Все, всем спасибо, всем пока.